У меня спрашивают смысл ношения кипы, головного убора у евреев. Но прямо сказать так, мы же люди выполняющие, говорят есть такое выражение, исполняющие, что он исполняет то, что написано в своде наших законов, это Шухарарух. Очень много сводов, очень много законов, часть из них раздел Орах Хаим, первая главная часть, состоит из многих томов, и она относится как раз в части и в поведении обычной жизни, обихода, одежда, ну мы знаем, как вставать, молиться. Так, в целом, там ничего нет по поводу обязанности одевания. Все это ведь исходит от Шухараруха, это как бы конечный результат, разъяснение той устной тары, которую получила Мошена, шучитель на горе Синайской, если так говорить, 613 в Западе условно, поэтому, как бы, если вы будете искать в 613 заповедях особе, там нет ничего подобного. Но это не важно. У нас ведь на самом деле делится так, понятие, есть понятие Дерабана, Дерайта, Дерайта вот из старых, то есть прямо в таре написано. Дерабанан, из какие-то вещи, которые написаны в таре, имеется в виду в хумаж, мудрецы разъяснили. То есть прямо не видно, но они ее разъяснили, это Дерабанан. Есть еще Таганата Хохамим, что мудрецы в геморее установили как положение. Понятно, как бы, градация все хотят, но делай старые. Хотя, как бы, для верующего человека это одно и дено. Все важно, все надо исполнять, ничего нельзя манкировать. Если ты скажешь, я не выполняю, ну потому что это мудрецы установили. Это признак неуча и, как бы, неверующего человека. У нас нету, как бы, разделения надо уметь разделять, что, откуда и почему. А как обязанность выполнять все обязательно. Дерайта и Рабанан, то, что говорят Дерабанан, это написано в таре. Тоже, что такое Дерайта? Прямо написано в таре, вот, как бы, так, так и так делай, или так и так не делай. То есть, вообще не подлежит обсуждению. Дерабанан тоже записан текст в таре, но требует некоторого объяснения. Потому что это тоже по таре, по сути дела. Хохамим – это установление мудрецов по разным причинам. Масса причин, по которым мудрецы сделают установление. Но какие имеются в виду установления? Это они сделали, скажем, ну, 2000 лет назад. Это достаточно солидно. Потом есть положение, которое установили Равина, объясняя эти токанод. Но мы сейчас, это наша тема, тема – это наша головной убор. Так вот, тем не менее, есть действительно положение такое, в Шухонурхе написано, что покрытие головы – это медат-хаседут. Что такое медат-хаседут? Это признак благочестия. То есть, ну, вроде бы, все люди хотят быть благочестивыми. Поэтому это не просто признак такой. Можно сказать, так можно квалифицировать человека. Идет без головного убора, и у него нет благочестия. Это верно, такой правильный. Но в смысле, как бы, тем не менее, обязанности, потому что, если ты нарушаешь законы Тары, то там есть предписано прямо в Таре наказание. Смерть или какие-то, если есть Бейдин, если есть религиозный суд, то даже может выносить штрафы, и какие-то челесные наказания, и прочее, прочее. Ну, а здесь вот это, как бы, двояко. Если ты не проявил богобоязненность, это, как говорится, свои проблемы. Понятно, что Всевышний, Он знает все про нас. И если ты проявляешь, что такое небогобоязненность? Пренебрежение Его воли. Это очень серьезно. Хотя, как бы, в своде законов не написано, что тебе за это полагается. Никакой наказания. Но это очень серьезно. Не проявление благочестия. Ну, мы знаем, что сравнительно недавнее, до недавнего времени, скажем, чуть больше ста лет. Сто лет – это много времени, но еврейскую историю, которой примерно 4000 лет – это несравнительно. Где-то около ста лет больше. Не все евреи ходили вообще с покрытыми головами. Приходили в синагогу, покрывали голову. Потому что это, как бы, с точки зрения логической, трудно объяснить, что покрытие головы является богочестием. Мы знаем, что в церкви, когда ходят, наоборот, снимают головной убор. Это у них, как бы, выражение не культуре, если ты ходишь в головном упоре. То есть, это не какой-то общечеловеческий консенсус. Но так это установилось. А особенно у евреев, родом из Азии и из Африки, так называемый Сфарадим, у них вообще это было так принято просто. Даже и сейчас, если ты видишь такого севарского еврея, который идет без головного убора, не спеши сделать вывод, что он неуча, что он атеист и прочее прочее. Не исключено, что он следует традиции семьи, покрывает голову, когда он учит Тару, когда он заходит в синагогу. Вот это, как бы, поэтому я хотел тут показать, с одной стороны, определенную условность того, что покрывает голову. Но это признак, я говорю, это какой-то свидетель с богобоязненностью. И вот там можно привести для объяснения такой пример. Ну, недавно скончался великий мудрец севарской общины Рава Вади Иосеф. Здесь, в Израиле, он был главным рабином Израиля. И он, как бы, автор многих сочинений по законам Тары. Как бы, он считается суперавторитетом, скажем, в последние сто лет не было такого крупного авторитета, как он. И поскольку он тоже, вне происходения, не из Европы, в Европе это было, в принципе, распространено. Как я сказал, в Африке и в Азии не так распространено. Но он сказал, что теперь, поскольку в Израиле, в основном, да, ношение головного убора является принципом богобоязненности, все обязаны. Вот это интересно, что, как бы, традиция, или даже не традиция, а какой-то норма поведения, обязывайте всех верующих людей, ты уже не можешь сказать, я свароди, у меня дома ненасилие, мы там в Тунисе или где-то ненасилие, все. К тот момент, когда раба Вади Иосеф установит швейн Пасек, а он авторитет для всех, даже для шкенозима, он сказал, что тот факт, что это распространилось, это значит, что все евреи приняли на себя обязанность покрывать головной упор. Да, вы хотите что-то? Да, это можно назвать как ограда, или это хороший тон все-таки еврейской, скажем? Это не ограда, но это, скажем, да, хороший тон выражения богобоязненности. Сейчас, понимаете, в тот момент, когда распространилась традиция верующему человеку покрывать голову, всякий, кто не покрывает голову, он это делает, если только по незнанию, но нет такого, люди все знают. Это демонстративно, это что-то, как бы, против веры. Если когда человек намеренно хочет показать, что он не верующий, не подчиняется законам, общим законам, это проблематичный человек. Понятно, да. То есть, в целом, значит, мы вообще никогда не скажем, что человек не ходит без головного убора, как мы скажем, он не верующий, и все, это ни в коем случае. Мы не знаем, знаете, как бы чужая душа потемки, или наоборот, светлый зал. То есть, по одному этому даже, как бы, вокализировать, говорить и заявлять, вот он не верующий уходит за это вообще-то, это еще хуже, чем не покрыть голову. Это своего рода злоязычие. Ты не можешь выносить никакие приговоры. Мы говорим, запрещено стыдить людей, позорить их людей, гонять их в краску и все. Но, тем не менее, это с одной стороны, это со стороны нас верующих. Мы должны относиться ко всем людям одинаково, покрывает он голову, не покрывает голову. Хотя, если человек в современном Израиле не покрывает голову, это свидетельство чего-то, это что-то говорит. Или, что он абсолютно невежды и не знает, что это распространилось, и он это делает демонстративно, что он хочет этим сказать. Конечно, я сам не конформист. Я не привык подчиняться распространенным каким-то обычаям. Я делаю то, что я считаю правильным, то, что я считаю правильно по вере. Но в этом вопросе я воспринимаю болезненно, если, скажем, какой-то мой знакомый, который хотел все время голову в боре, снял его, это вопрос, это проблема. Тут очень трудно провести грань, действительно. Поэтому я здесь сказал, с одной стороны, в Таине написано, и даже в Геморе прямо не написано. Но считается, что это выражение благочестия, страха Божьего. Можно понять логически, хотя недоказуемо, что человек ходит с непокрытой головой, задирает голову, он как будто бы бросает вызов Всевышнему. Но у нас не в самой Тааре, но в Танахе есть очень места, которые говорят, что запрещено ходить высоко заданной головой. Это как будто бы вызов, какое-то проявление наглости. Это не менее поведение, как ты себя ведешь, это тоже существенный момент для определения степени твоей богобоязненности. Есть даже мнение, но несоответственно появилось, что человек как антитеза тому, что нельзя ходить заданной головой, так вот гордо, как будто бы ты бросаешь вызов, то наоборот надо ходить с гобинами приниженным. Ну, как бы это уже, это вопрос, не факт. Но ходить, я просто хочу показать, что это тоже, так же как и не ношение головного убора, и ходить с заданной головой, с таким вызывающей позой, это тоже проблематично. Но все это относительно, поэтому я тут не могу дать какие-то точные рамки. Вот, например, сказано, что когда женщину замужню заподозревают в измене, она идет к Оэну, и там проводится определенная проверка, это все рассказано в разделе сута, неверная жена, и как один из способов ее унижения, это сорвать с нее головной платок или головной убор. То есть вот это в таре. Ну, правда, там, как говорится, пара и турша – это значит как бы растрепать волосы. Но имеется в виду, что вот женщине, как это мы знаем, верующей женщине, это в какой-то степени гораздо большее, как бы, закон или поведение и положение, чем для мужчин. Женщина принято, это видно в таре, что женщины покрывали голову. И так бы, как бы, для разницы, как говорится, у нас говорят, для Авды, мы видим арабки все, ходят с очень такой самой закрытой головой, с такими косынками и все. Это может быть всегда лицемерием. Мы не говорим, да, что, возможно, за этой косынкой, за головным платком скрываются всякие роды нехорошие мысли, непристойные и все. Но, тем не менее, так у них принято. Смотрите, у них, насколько в особенно фанатичных семьях обязывают, в Иране, например, как это самое у них, настоящая паранджа, и лицо надо завешивать, и все. То есть, в отношении женщины здесь как будто бы, ну, с точки зрения логики, не оправдываем, можно объяснить, что женщина привлекает взгляды мужчин. И когда она одевается нескоро, и даже показывает свои волосы, это как будто бы она намеренно раздражает мужчин. Это считается у нас вызывающим поведением. Поэтому все соблюдающие женщины покрывают голову. Тут тоже есть градация, чем покрывать голову. Есть большая борьба, даже как бы в супер-религиозном мире, между тем, нужно ли покрывать голову платком, такой косынкой, или косим головным убором, или же наоборот надевать парик. Но в основном все мнения сводятся, так бы ссылаются всегда на мнение мудрецов предыдущего поколения, скажем, сто лет назад, было однозначно, что нельзя надевать парик. Так, а смысл парика, если мы говорим, что сами волосы привлекают, ты ставишь другие волосы, которые даже привлекают. Вот это возражение, которое имеет смысл, имеет место, говорят, что особенно проблема в том, что женщина без платка, с волосами чужими, так же не видно, бывают очень дорогие парики, выгодные естественные. Это не скромность вообще. Потому что она выглядит, как будто бы она не замужняя, зачем это надо? Но я не хочу вдаваться, это очень щепетильная тема и понятному, так бы если говорить об этом, лишь бы покрывал голову, потому что в наше время уже косынки сползают на затылок или есть такие вообще, какие-то, называется, бандана какая-то сама, это хоть не ленточка, ленточка какая-то, баллад, это не выполняет. То есть закон, женщина должна закрывать свои волосы, потому что у нас написано, валахе, это же очень серьезно, это же действительно шелханарух, это тагмуд, говорит, что обнажение волос, это как обнажение нескромных шестей тела. Прямо так, сэарба, иша, эрва. Поэтому свободомыслящие религиозные женщины, которые говорят, что я не хочу подчиняться, это всеусловность, это все ерунда, это проблема. С мужчинами это менее проблематично, потому что там как бы это установившаяся традиция, обычай, это имеет какой-то смысл. У женщин это прямо написано, что волосы, женские волосы, они раздражают мужчину, они поэтому считаются как будто во обнажении каких-то частей тела. сервисов. На эту тему тоже идет новая полемика. Я говорю, даже настолько то, что вот говорят, что это пользоваться живыми волосами вообще запрещено, крупные раввины говорят. В общем-то, мне не склоняется к тому, что правильно носить платок, головной платок, который полностью закрывает волосы. Но есть еще другие традиции, что женщины бреются вообще, и одевая черный платок. А вот есть такое самое направление, Хаседут Бельс, они ходят в парике, но для того, чтобы не было бы сомнений, что они замужние женщины, они ходят в шляпки такой. Это очень интересно смотреть. И парик, и шляпку. Но это дань традиции. Так это у них установилась в их общине. А это, скажем, община, это евреи, бельские евреи, это, скажем, это весь Писарабия, скажем, Галиция, там есть вот эта община, город Бельза. Там это не уставилося, вот иди, исследуй, как они там ходили 200-300 лет назад, но сейчас это принято, общепринято. И поэтому каждый, кто не из их общины так не одевается, это тоже вызов мнению общества. воспринимается болезнь на окружающих есть, потому что надо понять, что есть социальное давление общества. Оправдано оно или неоправдано оно существует. Как на тебя смотрят? Особенно. Ведь здесь еще есть очень больной вопрос, и это относится тоже в этом смысле и к мужчинам тоже. Давайте обнемся к мужчинам. Поэтому я просто привел пример с женщинами, что в женщине есть как бы намек на таре, а Рамбам, величайший мудрец, который живет в 12 веке, записал в своем своде закону Яда Хазака, что с трех лет девочка должна покрывать голову. Есть такие у нас общины, которые действуют по Рамбаму, хотя Рамбам это в какой-то степени остался Шуханрух только для выходцев из Ямена, Теймонитов, там они, если они верующие, они могут это соблюдать. То есть, Рамбама, как бы законодателя, в целом еврейский мир не принял, но считается и принимает во внимание. Просто хочу для того, чтобы подчеркнуть, насколько это как бы серьезно, что согласно Рамбаму он так понял и старый, что с трех лет. Почему с трех лет она как бы даже может, вы знаете, как мы знаем, вот Ривка, она же вступила в замуж, потом говорит, он ждал десять лет, когда она станет как бы женщина, способна рожать детей, тогда он на ней женился. Вот уже с трех лет уже что-то есть. Как бы и вернемся по этому мужчинам. Теперь у мужчин, скажем так, во-первых, если так говорить, то, что говорится о семантике слово кепа, в общем, это новое слово, то есть слово старое, но как головной убор, который упоминается как способ покрытия головы, выражения богобоязненности, по-моему, сравнительно недавно, потому что кепа на самом деле это купол. Вот я думаю, что и слово кепка, это происходит от слова этого кепа. И купол тоже, вот как бы нечто, так сказать, вот смотрите, обратите внимание, что многие еврейские синагоги имеют купол. И о церкви я уже не говорю, хотя не все церкви, ветеранские, кирки, и все они как раз остроконечны. Почему? Потому что это повторяет очертания головы человека. это кепа и купол, да, это у нас тоже купол, да, в куполе находится цехель разум, да, нишамая луким, какое-то очень святое место, голова, она не только с точки зрения физиологии или анатомии содержит мозги, да, мы, у нас по-еврейскому считается, что нишамая лукит, каждого человеку, каждого еврея есть часть божественной души, которая непосредственно делегируется в момент рождения от Всевышнего, да, в этом смысле мы как бы сами маленькие боги, вот, и эта самая божественная душа находится как раз в голове, в мозгу, вот, поэтому покрывать его, это как бы пить и бить какое-то полное, как делали, в Чернобыле строили колпак на взорвавшемся ядерном реакторе, да, помните, вы не помните, уже это было много лет назад, под конец советской власти там был взрыв в Чернобыльском ядерном реакторе, и чтобы как бы не было утечки с построили колпак, такой, но он не очень помог, все равно было большое заряжение, то есть есть, в общем, в самой форме и понятие кипа, купол, кепка, да, вот какой-то общий смысл, хотя в еврейском мире, в ашкенозийском мире известно больше слово ермолка, да, вот я пытался там по Гогелю посмотреть происходение слова ермолка, говорит, это турецкого или тюркский какой-то корень, вообще не еврейский, да, это, они говорят, это какая-то самая предоходительная одежда, у них даже дождевик, что-то такое на этой, но не важно, вот как бы перешло в еврейский язык, видишь, ярмолка, ярмолки наидишь, да, я думаю, в основном наши деды, там, даже отцы, они ходили в ярмолках дома, а на улице в кепках, вот сохранилась очень интересная фотография, сделанная в Варшаве накануне Второй мировой войны, Варшава была очень большим еврейским городом, там можно просто посмотреть, как одеваются люди того времени, все в кепках, да, что вы даже посмотрите, вообще на население как мини в Восточной Европе, в России все ходили в кепках, и я не думаю из-за холода, да, а это тоже было какое-то вот выражение благочестия, хотя, правда, как я говорю, в церкви я слышал, да, снимает кепку, вот, как выражение ваше, но в целом человек с непокрытой головой, это, вот, как вы сказали, даже признак какого-то плохого тона, даже не зная почему, вот мы говорим, у нас это как бы называется надевать, покрывать голову, это выражение смирения перед Богом, Медат Хаседут, да, но даже и без этого, вот посмотрите, все фотографии, скажем, конца, начала 19 века, это еще советское время, большинство людей в кемпах, да, и это, традиция, это обычай, то есть, если мы пойдем дальше, наверное, все покрывали голову, да, а в какой-то степени ходить без головного убора, это вообще проявление вольномыслия, да, я не знаю, там, ну да, ходили, наверное, всякие там дворяне, интеллигенты, как будто они не подчиняются этим мужицким каким-то нравом, они ходят с непокрытой головой, но это, что-то в этом есть, вы знаете, как мы говорим, какая-то народная традиция необъяснимая, но это не случайно, вот у нас, например, если так взять чуть подальше, принято что-то, вот, вжилось у еврейского народа какая традиция, мы не знаем, откуда она взята, у нас относятся к этому с большим уважением, потому что, если мы не знаем причины, значит, причина очень глубокая и дальняя, поэтому мы уважаем это, больше, чем если скажем, так, как бы было принято, скажем, в нашем районе, по какой-то причине, это так, временная традиция, она проходит, а какие-то глубокие навыки или привычки, это гораздо более серьезно, это не нарушает, и потом, зачем нарушать? А я как-то вспомнил, кто-то сказал, интересно, про Кипу, что, что ниже головы до ног, я ответственный за это, а что выше моей головы, это творец, и как будто Кипа, это граница, это граница, вот даже я ее одеваю год с моей жизни, учась в мухоне, и когда она падает, или я ее теряю, ощущение, что что-то уже ушло, ты оставишь и вспоминаешь, так, Кипа, она должна быть здесь, именно, это одна из сторон, то, что я сказал, выражение благочестия, признание того, что надо мной я не властвую. Она тебя держит в памяти. Это тоже важно. Вот я хочу, как бы, чем мне напомнили, хотел привести пример из книги Уризор, был такой в 70-е годы, популярный израильский киноартист, ну, очень популярный, так, можно сказать, практически на уровне Голливуда, и на такой, скажем, можно сказать, плейбой такой, все это, вот, и вдруг, и он много появлялся на телевидении, вдруг он появляется на телевидении в Кипе вязаной, да, значит, что с тобой происходит, Туре, а через некоторое время он уже появляется в черной Кипе, а потом в шляпе, а потом пристал появляться на телевидении, и вот, в своей книге он, как бы, написал книгу, как бы, о своей пути к вере, сейчас скончался меньше года назад, был примером того, что, оказывается, человек богемного мира, да, если он думает, да, он может прийти к совершенно противоположным выводам, то есть, как бы, там у него, сын его, есть такой небольшой фильм, в котором сын его интервьюирует, и говорит, папа, говори, смотри, как ты был богатым, ты был, пользовался такой славой, да, у тебя все было, и вдруг, ты запер себя в как-то, в самое, в ешеве, в какой-то, и жил в маленькой квартирке здесь, и все, почему вот ты решил это сделать, как бы, отказать само себе, он говорит, понимаешь, было, когда я был вот таким популярным, мне было все можно, я говорю, вот я вдруг понял, что я не могу так, я не могу, когда все можно, что-то должно быть запрещено, понимаете, вот это как бы его человеческая природа, она кричала, она чувствовала, что это пройти естественно, не может быть, что человеку все можно, и все позволено, как бы ему тяжело это переносить, и он нашел, вот Ара говорит, это можно, это нельзя, ну, как бы, это все начинается с требопознания добра и зла, то есть добра, что можно и что нельзя, но там это человек устанавливает произвольно, он должен был посмотреть на второе дерево, там это просто как бы называется древо жизни, потому что законы, которые там установлены, это можно, это нельзя, человек не может жить в условиях, когда все можно, он сотворен для того, чтобы жить по законам, можно и нельзя, ну, я не говорю там какие-то советские законы или драконовские законы, но надо задуматься над этим, да, вот вы говорите, что вы как бы входите в типе, и это как бы вам дает ощущение, что это более свойственно, это правильно, что-то есть, что-то в этом есть, да, поэтому это как бы, теперь я хотел бы еще, как бы не слишком распространяясь на эту тему, но очень интересно поговорить уже как бы о типах кипот, мы знаем здесь, в Израиле, есть просто пестрый базар, можно сказать, различных видов кипов, начнем с вязаной кипы, вот, то, что называется кипа сруга, ну, не сруга, это вязан, на самом деле, это не такая вязка, как о каких-то вязаных свитеров и прочее, это очень мелкая такая вязка, линейная, красивая, к сожалению, у меня дома нет, я не могу продемонстрировать, вот вы при случае продемонстрируете, но люди знают, те, кто живут здесь, знают, эта традиция сложилась относительно недавно, я не берусь сказать, ну, скажем, недавно, скажем, 70-80 лет назад в Израиле, и установил его как раз эту традицию раба Нерия из России, из очень, как бы, хаббатской семьи, но он почувствовал, что люди тяготятся, когда они ходят в черной кипе, потому что черная кипа это принадлежность какому-то обществу, какой-то идеологии, они не хотели принадлежать к этой идеологии, они хотели принадлежать к идеологии сионистской, то есть освоение Израиля, заселение Израиля, создание государства, ну, это как бы отдельная тема, но в целом есть разница, да, вот поэтому он изобрет для них новый вид кипы, поэтому, когда человек ходит в такой вязаной кипе, на самом деле это какая-то декларация принадлежности к определенному идеологическому направлению. Знак. Да. Хотя я как бы фей, лидер, кумир религиозных сионистов, это раб Абрамович Хок, какой Акуин Кук, он, естественно, ходил как и все равины. В шляпе у него была такая даже меховая шляпа, которую носят хасидские адморы, вот. Я рядом с нами большая ишива Мерказа Рав, как бы Рав Кук создал эту ишиву, скажем, больше ста лет назад на продаж этой деце я достал главу ишивы был Рав Абрам Шапира. Он уходил в шляпе и в черной кипе. То есть это не обязательно. Но для людей, которые как бы тяготятся тем, что их можно ошибочно переписать к людям, которые не очень в восторге от государства и вот это. Поэтому они как бы это декларация. Можем в этом смысле сказать, что в большей степени вязаная кипа является декларацией каких-то убеждений, чем черная кипа. Черная кипа в этом смысле она более индифферентна. Она не обязательно что-то выражает. Потому что действительно наши отцы, прадцы, прапрадцы все ходили в черных кипах. Но вот как бы воздалось такое течение, как вы можете представить себе, что 100 лет назад сама идея, ну больше 100 лет назад, скажем, 150 лет назад, идея выезда из Польши, из Украины в Израиль и создание здесь каких-то поселений. Все это было революционно. Это был своего рода вызов установившемуся порядку еврейского образа жизни. Поэтому за этим усматривали вызов вере в целом. И в этом что-то было, это не случайно. Поэтому люди, которые не хотели себя отчислять с миром оставленным, сама идея переезда из Восточной Европы в Израиль, это как будто создание совершенно нового образа жизни, нового мировоззрения, все по-другому. люди декларативно уходили из предыдущей жизни от религии, которая добила на них власть рабинов, они уходили от этого. И уходили, может быть, очень далеко. А те, кто не хотели уходить слишком далеко, они искали какую-то палеотиву, промежуточную меру, и для них это было вязаная кипа. Поэтому, например, я сторонник государства еврейского и заселения Израиля, возвращения, все, но поскольку я хожу по разным причинам в черной кипе, то на меня люди в вязаных кипах относятся подозрениями. Он не свой. Скажем, можно посмеяться над ними, что вы по характеру тряпки на голове решаете, кто это человек. Но вот это, вы знаете, это как бы даже нельзя осуждать, потому что есть общепринятое мнение. И когда человек идет в себя нетрадиционно и как бы выходит из рядов общины, это вызывает удивление и осторожность. Это как бы это серьезная вещь. Конечно, как бы в принципе надо было бороться против этой стигмы установления, что сионисты ходят в вязаных кипах, а антисионисты ходят в черных кипах. Это чушь, да? Ну, так это становилось в этом мире. Как бы это настроение людей. 12 колен у каждого было свои эмблемы и свои какие-то знаки? какие-либо? во-первых, скажем так, одежда тоже регламентирована. Главной убор является частью общего, как бы формы ношения одежды, как в армии. И так вот тоже саму Ири Коэн спросили его, он пишет свои книги, или может быть это в интервью упоминается, вот почему ты ходишь в черном костюме, в черной шляпе и все. Он говорит, это моя военная форма, я тем самым декларирую, что я принадлежу к определенным воинским частям. И в этом что-то есть. Кроме того, что снова трудно бороться с общественным мнением. общественным мнением оно всегда общественное, оно складывается как бы в какой-то степени можно сказать стадное настроение. Все должны быть такими. У меня есть шляпа, я сейчас подемонстрирую вам. Если я появляюсь вот в таком виде, меня кто-то признает как своего. Если я без шляпы, вроде свой, но не совсем. Знаете, как бы трудно идти и незачем идти против сложившегося общественного мнения. Зачем как бы бросать людям вызов. Вот люди тебя классифицируют. Конечно, это нехорошо, это неправильно. Может быть большой цадык и большой мудрец, а ходит и одевается по-другому. Видите, говорят, что требование кипи, это пишет тоже раба Бадьюсеф, кипа размер кипы, чтобы она была видна со всех сторон. Поэтому и подкрывала большую часть головы. Это требование. В этом что-то есть. То есть, если ты ходишь, покрываешь голову, то как должен быть головной убор, который выглядит как головной убор. А если человек в очень маленькой кипе, есть такое выражение размером с грош. Вы видите, груш, да, тоже на иврите. Это значит, что он с одной стороны хорошо, он не снял эту кипу, да, потому что у нас как бы отношение к вере выражается иногда вот таким термином. Он снял кипу. Об этом все это говорит, что он он бросил бы в вере. В какой степени мы не знаем, да, потому что здесь еще градации есть. Но в целом это бы за вере. Снял кипу, орит кипа, это уже бы за вере. И в то, и безусловно, если он ходит в маленькой кипе, это тоже декларация, сознательная декларация, да, возможно, это декларация, потому что он находится в какой-то компании, да, в каком-то районе, все так ходят, да, и он не хочет выделяться, да, чтобы у него не сказали, что он ханжа, что он притворяется как будто супер-юлью, он идет как все. Но если бы им это по-настоящему было важно и мешало, он должен был уйти из этого места. Люди оставляют места, где на них доказывают давление и хотят, чтобы они шли по ранжиру. Но всякий человек, у нас как бы свобода проживания, да, если ты чувствуешь, что это общество тебе не подходит, они одеваются по-другому, они предъявляют другие требования, то и доставь их, да, переезжай в другое место. Вот и все. Вот, а бросать вызовы и находиться в этом обществе и бросать вызов, это глупо, да, и это как бы дурной тон. неэтично, неэтично. Хотя, я говорю, когда я смотрю на своих друзей Хорейдим, которые ветер идет, шляпу не раздувается с головы, я не должна гоняться по шоссе за шляпой, да, дорогая вещь, стоит мне иногда тысячу шекель такая шляпа хорошая. Я думаю, ну что, неужели нельзя надеть зимой ушанку или еще что-то и удобнее, и все. Но вот настолько, как бы, опасения быть непризнанным своим, что они вот терпят, можно сказать, пожалею, я жалею даже такого рода неудобства. Естественно, когда даже еду, скажем, я хожу в шляпе, наконец, хожу в шляпе, если холодно, я одеваю, у меня есть такая самая, ну, какая вязаная шапочка такая, да, еще так удобнее, во-первых, теплее, уши не мерзнут, кроме того, не слетает на ветру. Но могу подчернуть очень интересное преимущество черной кипы от вязаной кипы. На ветру черная кипа хорошо держится на голове. Если для нормального размера черная кипа, а я спросил одного профессора физики, как бы, вроде бы, как бы вязаная кипа, она имеет негладкую поверхность, она вроде бы должна быть более связана. Он говорит, нет, за счет того, что поверхность меньшая, за счет этих узелков и этих самых, она плохо держится. Ну, это просто как бы экспериментальный факт, эксперимент. Можно пойти, есть у нас в центре города так называемая площадь Давидки. Там находится самодельный миномет, который еврею изготовили во время войны за независимость. И там это одно из самых сильных районов с сильным ветром. Просто все сдувает, бывает какие-то все. Вот, посмотрите, как люди ходят. Сляпами они гонят со шляпами, кипот сругота они коняются самым, а люди в черных кипах идут нормально, как я. Так что, это несколько смешно, конечно, это не аргумент ни в коем случае. Но, как бы, это говорит о том, что люди иногда подчиняются нормам своего определенного, которым они хотят принадлежать. Иногда вынуждены принадлежать, а не вынуждены одеваться определенным образом. Хотя, если у них спросишь, почему, по большому счету они не смогут это объяснить. Так это принято. Разве это аргумент сказать, так это принято? Это не аргумент. Но, на самом деле, это очень важно. Я вам скажу очень важный момент. Когда человек хочет принадлежать к определенному обществу и одевается так, как принято в этом обществе. За этим стоит целая, как бы, ну, революция, история. Не только история, нет, реальность социальных отношений. Потому что, если твой отец не ходит в шляпе, твоего ребенка не примут определенное учебное заведение, в которое ты хочешь учиться. Есть, например, такое распространенное мнение, что в харидимных школах дети менее испорчены. У них нету порнографии, наркотиков. Это не всегда правильно, но в целом это, как бы, в процентном отношении да. Школа харидим более здоровая, чем школа светская. Если отец хочет, чтобы его ребенка, девочку особенно, записали, приняли в обмене школы, он должен одеваться соответствующим образом. Даже у нас в сионистских как бы учебных заведениях, особенно в женских школах для девочек, мама приходит записать своего ребенка, смотрит, она без головного упора. в принципе можно сказать, у сионистов вот так это религиозных это принято, что странено. Но в это определенное учебное заведение ее не запишут девочку. Если она ходит без чурков, если она ходит с обнаженными локтями, если она ходит с короткой юбкой, она не может надеяться, что ребенок будет учиться в хорошем сионистском учебном заведении. потому что все это я привел набор, это проявление какой-то нескромности. Женщина, почему она должна ходить в короткую юбку выше колен, почему она должна обнажать локти, есть в этом какой-то сексуальный элемент. Это ее право, но тогда не может претендовать, что и его ребенка примут в школу, в которой хотят как раз избежать всей этой сексуальной проблемой, проблематики, обсуждения и вовлеченность. Это так естественно. Поэтому получается, что многие люди, скажем, большую идеологию, вообще смешно делать о одежде идеологии, то, что надо одеваться скромно, то, что надо покрывать голову, скажем, это общий концезус. Как это делать, это может быть спорным вопросом. Но я как сказал, есть законы коллектива, законы общества, и идти против него, это будет для тебя очень непросто. Потому что сразу ты страдаешь. Я знаю, вот у нас есть хорошие знакомые, ну, сказать, хабарники. Я не хочу сказать, известная фамилия, известная семья. И вот о своих дочерях они посадили в хорошие сионерские школы. Вот такие, где действительно мама ходит одета скромно, и папа ходит, и папа учится в холелях, и в ешивах, и мальчики пришли к родителям и сказали, не находим невест. Те девочки, которые хотят, они говорят, а где учатся твои сестры? Вот, пожалуйста, критерий. А сестры учатся в такой-то школе. Ну, что-то может патентовать. Поэтому они срочно забрали этих девочек и перевезли в религиозные школы, потому что шедух, как вы знаете, это вещь очень важная. Шедух это снова шедуха, не просто будет ли она богобоязненная, будет ли она из хорошей семьи, я не знаю, все эти вещи, они как бы выходят за рамки социальной условности. Это как бы основа человеческого общежития, каждый заботится о том, чтобы его дети жили в хорошем обществе, среди них были приличные люди, соответствующие отношения. Поэтому когда я говорил, что общество навязывает определенный образ одежды, за этим стоит гораздо больше, чем просто какая-то придирчивость, как-то одеваешься. Это как бы часть общего комплекса ценностей, взглядов, поведения. Возьми, в ком случае, этим пренебрегать, следует уважать всех людей писать. Мы всех уважаем. Даже те, кто ходит, сейчас говорят прозрачная экипа, есть такое выражение экипаж шкуфа. Есть прозрачные, но это имеется ввиду вообще без экипы, но человек может относиться очень с большим уважением к вере, стараться соблюдать, может быть, он в начале пути. И никогда не знаешь. Это как бы безусловно по большому счету оценить человека к тому, как он одевается, это не проявление недалекости взгляда. Но то, что в обществе, в целом и в народе это не так и судят, как есть такая русская поговорка встречает по одежке, ну, это как-то одеваешься. С этим невозможно. Это что-то очень такое глубинное, потому что одежда выражает больше, чем просто моду, которую ты носишь. Как вы уже сказали, если кто-то старается выставить какие-то формы своей одежды и все женщины, это говорит о многом. И то же само мужчин, если мужчина волосы, прическа особая, значит, человек интересуется своей прической. Это, скажем, может быть еще что-то у него есть, какие-то другие вещи интересные и все, но он интересуется формой своих волос и прической. Это как бы начало чего-то, скажем, что-то здесь не так. Есть у нас в Гемаре рассказ о том, как один мудрец встретил молодого человека, который был назир. Назир, то есть он отказался от всех удовольствий в жизни. Он сказал, почему-то ты на себя принялся. У нас в принципе не принято это. Своего рода как бы монашество не принято. Мы считаем, тебя Бог создал таким, он дал тебе еду, он дал тебе возможность жениться, все, ты не можешь себя ограничить. Но если ты ограничил, это должно быть какие-то совокупые причины. И этот молодец сказал, я говорит, однажды, ну, это было давно, там, зеркало не было, фотографии не было, он говорит, я увидел свое отражение в реке, и я залюбовался собой. И я понял, что я должен уйти от этого, это очень опасно. Смотрите, как это правильно, да? И он этот мудрец просто поцеловал и сказал, все бы были бы такие. Поэтому мужчинам, например, смотреть в зеркало, прихорашиваться, причесываться, да? Это не то, что тебя должно заботить, ничего должно сделать. Конечно, по-русски говорят, мужчина должен быть чуть красивее, обезьяна. Должен быть мужчиной, он должен быть хахам, он должен быть человеком с хорошими манерами. Если его начинает интересовать внешний вид, это проблема. Хотя снова, если я выступаю перед публикой, я могу вообще пренебрегать своим внешним видом, но они не пренебрегают. Мне важно, чтобы они меня встретили определенным образом, потому что если я приду запущенный, неряшливо одетый, я потерял, ведь я хочу передать какую-то духовную информацию, я хочу, чтобы она была воспринята, я не могу создавать какие-то ненужные барьеры для восприятия этой информации. Но снова, если я приду действительно одетый как бы напомаженными волосами, представьте себе, в каком-то таком коротеньком пиджачке, я тоже создал ту же самую преграду, люди уже ко мне относятся определенным образом.